Микс Ньюс. Добрый день или добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Депутат Рижской Думы, я думаю, наверное, очень многим нашим радиослушателям хорошо известный доктор педагогики Яков Плинер. Добрый день. Добрый день. Да, давно вы у нас не были, но я знаю, что еще более давно вы не были в стенах Рижской Думы. Все изменилось. Вы избраны после довольно длительного перерыва в Рижскую Думу, но я, конечно, уверен, что и наши радиослушатели помнят, что, по-моему, три созыва, если не ошибаюсь, вы были депутатом Сейма, но сейчас вы вернулись в Рижское самоуправление. Может быть, несколько слов о том, как вообще ощущения. Все-таки вы, по-моему, там были конец 90-х годов, если не ошибаюсь, да? 98-й, по-моему, 97-й, да? Действительно, я был депутатом Рижской Думы в 1997-м, 98-м годах, соответственно, 22 года. Как раз я помню вся эта история, помните, с разгоном пенсионеров? Такая напряженная была ситуация в Рижской Думе тогда тоже. Совершенно верно. Немножко странно. Новое здание, абсолютное большинство новых чиновников, количество их немерено. Много все-таки, да? Да, конечно. Несколько другие, несколько другие функции, но еще тогда не было компьютеров, все решалось бумагой на бумаге, голосовали руками. А скоро, возможно, вы и заседать-то будете виртуально, да? Если думал, компьютер-то уже. Часть одного из пленарных заседаний посвящена была электронной подписи и возможной работе на удаленке. И на сегодняшний день, насколько мне известно, в Думе решено, что пленарные заседания будут проводиться удаленно, а комитет, заседания комитетов воочию. Как известно, наверное, радиослушателям от Русского Союза Латвии четыре депутата. Естественно, что мы находимся в оппозиции, но поддержали, поскольку программа действия, представленная мэром, в том числе и нашей фракции, на процентов 70 совпадает с нашей программой, то оказали кредит доверия и поддержали Мариса Стакиса от Истриба пар на должность мэра. Но потом вдруг оказалось, что если раньше даже два зама председателя это много, то на сегодняшний день их три. Если раньше был один в Думе восемь комитетов, значит, если раньше был один зампредседателя, то на сегодняшний день их два, и сегодня они зарплату или доплату не получают, вот в то время зампредседателя я имел честь быть в 97-98 году зампредседателя комитета по образованию науке и культуре. На сегодняшний день два зампредседателя и с 1 января по всей вероятности они будут получать зарплату. Получается, что Дума налогоплательщикам обойдется дороже, чем было раньше. Я и мы считаем, что это неправильно. кстати, на одном из заседаний комитетов, поскольку вечно непотопляемый господин Шадурскис был выдвинут на должность зампредседателя, я голосовал против. Помету я вообще это сказать об отношении... О его деятельности, о его неподготовленных, зачастую вредных реформах, естественно, повторяю, что я голосовал против. Еще три депутата от оппозиции тоже голосовали против. Мне было странно, что господин Буров проголосовал за. Да, вот тогда такой вопрос, который я хотел задать, я думаю, это часто вам задают вопросы, и не только журналисты, может быть, знакомые. Все-таки вот это избрание в Рижскую Думу четырех депутатов от Русского Союза, это на ваш взгляд, если так объективно посмотреть, все-таки такой успех победы Русского Союза в этой ситуации, или это продиктовано работой прошлой Рижской Думы, недоверию к согласию, снижение популярности этой партии, или все вместе, вот как вам лично, учитывая ваш политический опыт, кажется? с одной стороны, мы 11 лет не участвовали в голосованиях в Рижской Думе, да, абсолютное большинство русского и русскоговорящего населения доверяли согласию, голосовали за согласие, согласие было у власти, но в этот раз мы решили идти, как известно, часть жителей, граждан Латвии в согласии разочаровалась, и наряду с плюсами у них было много минусов, и, соответственно, скажем так, то, что мы прошли, для нас это победа, это раз, для нас это трамплин на будущее, потому что через неполный год, через месяца 8-9 выборы в местное самоуправление, но если пандемия эта зараза не помешает, еще через год выборы в СЕМ, я думаю, что РСЛ сейчас един, как никогда, к нам пришло довольно много молодежи, чего раньше не наблюдалось, в принципе, ее было на порядок меньше, но вместе с тем, скажем так, мы все же не сумели поднять тот электорат, который разочаровался в согласии и остался дома, и поэтому... То есть, он пост вообще не пришел, эти избиратели пост не пришли? Наверное, не верят во власть, разочаровались той партии, за которую голосовали, ну и, соответственно, все получилось так, как получилось, я считаю это неправильным, в управлении городом, в управлении государством, к сожалению, не граждане отлучены от этого, но гражданин должен поднять свою заднишку, пойти на выборы и проголосовать за ту партию, в которой он верит. Поскольку все же РСЛ не меняет своих принципов, мы правозащитная партия, мы за равные права и равные возможности, мы стараемся отстаивать русскую школу и далеко не только, нам не чужды вопросы экономики, социальной помощи, здравоохранения и так далее и тому подобное. Вот, первое, я понимаю, что еще очень мало работает Триджевская дума и новая коалиция правящая, еще, наверное, тяжело давать какие-то оценки, но все-таки ваши ощущения или только пока дума озабочена кадровыми вопросами, там, вот, распределились мэры, вице-мэры, комитеты, зам председателя комитета, советники, помощники, то есть, пока процесс только идет, так вот, распределение постов, да? С одной стороны, дума не отработала еще сто дней, со второго октября, с другой стороны, вы правы, потому что действительно, ну, несколько, как минимум, два пленарных заседания в основном было посвящено выбору на всякие должности, мэр, три вице-мэра, восемь председателей комитетов, господин Стакис до выборов говорил, что и с оппозицией будут считаться, и что оппозиции тоже будут даны должности зампредседателей комитетов, ну, потом, видно, другие члены коалиции его поправили, и лишь господин Баштикс, вот честь служить Риге, он зампредседателя комитета по социальным делам. Есть ли? Да. Теперь, я говорю, что Дума пока медленно запрягает, поедет ли она быстро, я ставлю большой вопросительный знак. Да, вот я такой вопрос, который хотел задать, я думаю, он логичный, мы видим, что фактически в оппозиции оказались партии, за которые в той или иной степени голосовали русскоязычные рижане, да, ну, мы можем там спорить, насколько за чей служит Риге, кто-то считает, что тоже у них 50-50-50 процентов русскоязычных без этого отношений, но очевидно, что за русский союз, наверное, за согласие в основном голосовали русскоязычные рижане, так мы можем предполагать. И, наверное, у многих тоже возникнет вопрос, нет ли какой-то возможности оппозиции тоже быть единой, я не имею в виду, что вам нужно создать, не знаю, какую-то общую партию, но координировать свою деятельность, создать нечто вроде теневого кабинета, или пока, учитывая вот всю предыдущую историю взаимоотношений, того же русского, своего согласия, непростую, в том числе и личностную, вот историю, этого сейчас вам не представляется возможным, как вам кажется? Почему? У нас нет никаких красных линий, и внутри оппозиции, и внутри оппозиции, пока у нас нет никаких красных линий никому, и в первую очередь, конечно, среди партии оппозиции, поскольку пока большинство решались технические вопросы на тех комитетах, или мы заслушивали там презентацию, допустим, департамента образования, культуры и спорта. Мы заслушивали и как бы знакомились с работой Паш Валдииба с полицией, полиции, самоуправления, и, повторяю, решали некоторые технические вопросы. Например, могу сообщить радиослушателям, уважаемым радиослушателям Болткома, что, допустим, если они попадают под штрафы, 60% штрафов идет в бюджет Думы, а 40% полиции, самоуправления. Но я всем желаю не попадать под штрафы, соблюдать законы, закон постановления, они могут быть плохими, критикуйте, протестуйте, но закон есть закон, и его надо выполнять. Да, вот... Таким образом, общение... Мы общаемся, мы общаемся, мы разговариваем, и вполне возможно, что по ряду вопросов можем проголосовать едино. Нет такой опасности, что вот тот же господин Шадрусский, с чьей из комитет, начнет каким-то образом, ну, пытаться добиваться оптимизация именно школ нацменьшинств. Ой, какое красивое слово оптимизация. На самом деле и в Латвии, и в Риге последние десятилетия происходит закрытие объединения, снижение статуса школ. Я резко выступаю против этого. Я считаю, что кто закрывает школы, начнет со временем сжечь книги, а это мы уже проходили. И мне стало известно, позвонила одна учительница, что собираются объединить две школы. Мы сегодня направили в департамент запрос, чтобы они нам представили, какие школы они планируют открывать, закрывать и реорганизовывать. И никакого основания. И, конечно, обоснования. И тогда мы будем думать, как и кого защищать. Раз уж мы перешли к школе, к родной для вас естественной теме, все, что связано с учебным процессом, со школами. Мы видим, совсем недавно был этот скандал, он, видимо, еще не закончился, с директором 71-й школы. Будете ли вы по этому поводу тоже как-то обращаться к департаменту, что внести ясность, потому что, насколько я понимаю, ну, конечно, какое-то расследование еще впереди. Насколько я понимаю, вот директор школы утверждает, что уж по крайней мере, когда стало ясно, что он болен, но он больным в школу не ходил и даже, и мы знаем, что родители собирают подписи там в его защиту. Это, по-моему, если не ошибаешь, тоже школа с русским языком обучения. Старая гвардия педагогов, руководителей школ, простите, да и сам я не раз, ну, температура 37-5, 37-7, школу не оставишь. Мы так были воспитаны. Идешь, работаешь, организуешь, помогаешь, решаешь маленькие или большие вопросы. И уж если там под 39-38 с половиной остаешься дома. Правда, тогда не было пандемии. Я понимаю, директор плохо себя почувствовал, но все равно работал. И, к сожалению, COVID-19, к сожалению, зараженные дети, люди, работники, таким образом. Большая неприятность, но я бы его не увольнял, если он работает хорошо. И дойдет до Думы, нужно будет утверждение, попробуй выступать и говорить против. А вообще, с этой пандемией в школе, или в школах, к сожалению, больны в Риге 165 учеников на сегодняшний день. Это 0,2% от всех учащихся Риги. И 115 педагогов и 35 технических работников. И это, значит, всего 150, и это 0,9% от всех работников. Он говорит о том, что школы не самые главные источники заражения. Пока, слава богу, так. Но все же, все же опасность существует. И очень трудно и сложно руководству школ, учителям организовать работу. Существует, я очень коротенько, три модели. Модель А. Первые, шестые, шестые классы учатся очно. Это сейчас мы и наблюдаем. Да. Седьмые, двенадцатые, очно, ну, 20% уроков может быть удаленно. Модель Б. Первые, шестые, также очно, но седьмые, двенадцатые, до 40-60% может быть удаленно. И С. Это все удаленно с первого по 12 класс, но школа может комбинировать и принимать определенные группы. Ну, все это очень плохо, все это ужасно. Я считаю, что удаленное обучение намного ухудшает знания детей, потому что лучше всего, если учитель, ученики глаза в глаза, душа к душе и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, это вынужденная мера. Думаю, что мы должны относиться к этому с пониманием, как и к этим маскам и все, что нам не очень приемлемо. Привемся буквально пару минут. У нас перерыв небольшой. Яков Плинов у нас в студии, депутат Рижская дума из правящей коалиции покинул партию Латвия с ад истрибом. Он не в состоянии, не в силах смириться с политическими играми и интригами внутри партии. Так что, вам там в Рижской думе будет не скучно. Я пока этого депутата не знаю, но вот, например, на предыдущем заседании комитета по правопорядку и борьбе с коррупцией, А, вы тоже в этом комитете, да? Там 13 13 депутатов. Да. На заседании присутствовало 7. Генерал Кюзис, насколько мне известно, болеет. А у остальных, что за более важные дела? Правда, за минут 20 до окончания заседания пара часов прибежал еще один. Зачем тогда они избирались в Думу, мне не очень понятно. Кстати, вот это очень хорошее замечание. В принципе, я так понимаю, что вы как представитель Старой Гвардии понимаете, что раз вас избрали, надо работать. Я должен служить и хоть понемножечку делать добрые дела для избирателей. И еще, как вы выразились, действительно, Старая Гвардия, я привык к цели и задачи, что сделать, кому сделать, до какого срока сделать, за какие средства сделать и меру ответственности на Думу от мэра до рядового исполнителя. А вот там пока у меня ощущение, что все очень разумно и то. Нет вот этого ни цели, ни задачи, ни средств. Ну, я вам сказал, что программа действий Думы вроде позитивная. Ну, надо посмотреть, что будет дальше. Да. Вот мы не успели в первой части, так, чтобы эту первую часть как бы логично закончить. Вы хотели несколько слов сказать, я знаю, министре образования госпожа Шуплинская, которая, видимо, тоже в условиях пандемии чуть-чуть растерялась и сделала такое интересное заявление, да? Все же я педагог и организатор образования с полувековым стажем. Шутя говорю, столько не живут. Я не могу сказать, чтобы госпожа Шуплинская за время своей работы министром ну, сделала что-то хорошее для образования Латвии. Повышены зарплаты, не повышены, пока идет только болтовня, да, разработаны электронные платформы, да не по всем предметам и не очень хорошего качества, и недавно госпожа Шуплинская как бы заявила, типа, уважаемые родители, кто хочет, может везти в школу, кто хочет, может не везти. Конечно, если ребенок заболел, это совсем другое дело, но, в принципе, организовать работу вот по тем моделям, которые я называл, хуже, лучше, возможно, а если у меня 25 членников в классе, 7 не будут ходить, будут сидеть дома, а 15, допустим, А как организовать учебный процесс? Невозможно, невозможно, я много лет был директором школы, повторяю, невозможно, нет дополнительных средств на оплату учителям, и учителей, к сожалению, тоже очень не хватает. Да, вот тогда такой вопрос, который я хотел задать, вот как вам кажется, есть ли еще куда как бы, ну, сокращать образование на языках нацменьшинства, почему я говорю, потому что базовые решения были приняты в прошлом сейме, ну, по существу, это вторая очередная лингвистическая реформа, по одной из них все-таки Конституционный суд со скрипом, но принял решение по поводу частных вузов и языка обучения, там тоже непонятно, какие потом после этого сейме внесет изменения, как вам кажется, или вы прогнозируете, что вот дальнейшее сворачивание образования на языках нацменьшинств будет происходить? К сожалению, в моем понимании дискриминационный закон или часть закона об образовании была принята уже в 1998 году, или не ведали, что творили, или, я не могу объяснить, безграмотность, ну, не могли депутаты сознательный вред нанести Латвии, но качество образования ухудшилось, здоровье из-за их решений, из-за насильственного аллатышевания русских школ в Латвии, качество образования ухудшилось, здоровье детей ухудшилось, они намного больше в переводах и так далее тратят времени на выполнение домашних заданий, значит, у них меньше остается времени для развития способностей своих, склонностей на посещение спортивных секций, различных кружков, платных и бесплатных и так далее. Еще, ну, люди не осознают, что Латвия из франко-германской системы образования, еще мы с вами, хоть вы еще для меня молодой человек, писали сочинения, давали развернутые ответы, мы перешли на англосаксонскую систему, а это тесты, галочки, и меньше думать, меньше думать, и качество знаний детей ухудшается. Увы, из года в год и результаты экзаменов тоже снижаются, но мы ничего не меняем, мы сейчас разработали программу 20, программу образования, ну, не мы с вами, а соответствующие люди, программу образования 20-30 за огромнейшие деньги, более 18 миллионов евро дал Евросоюз, и более 2 миллионов евро потрачено из бюджета государства, и основное направление, это переход на компетентностный так называемый подход. С одной стороны, вроде бы и логично. Простите, там ничего плохого нет в этом компетентностном подходе, но я не знаю, известно ли организаторам, что Джон Дюи, американский ученый, вот обратите внимание, я назову годы жизни, 1859 и ушел из жизни человек в 1952 то есть прожил более вот 98 лет он первый заявил публично, что не так важны знания, важны умения и в педагогике, и в методике преподавания, которую я изучал, необходимы знания, умения и навыки. Да, прагматизма и в советской школе, и в латвийской школе было недостаточно, но умение ставить в углову угла, думаю, неправильно, и повторяю, потрачены определенные деньги, и к сожалению, я не верю в позитивный результат, и учителя к этой новой системе не подготовлены. Значит, насчет языка обучения, русский союз Латвии, проявил инициативу, мы собрали, я боюсь ошибиться, 145 подписей, не подписей, а исков родителей, отправлены в Европе, 145, отправлены в Европейский суд по правам человека. Это существенно. И если кто-то еще желает, то обратитесь в Латвийский комитет по правам человека, к Владимиру Бузаеву, к Александру Кузьмину, кстати, они оба депутаты, они помогут оформить иски, так как нужно, там есть очень сложная определенная форма, но с их помощью это можно все сделать, и в идеале бы завалить Европейский суд по правам человека этими исками. что дети теряют, что дети хуже, что ухушаются их учеба, качество знаний и так далее. Да, вот не могу не спросить, какова судьба все-таки вот этой частной школы Эврика, через которую прошло очень много деток, очень много родителей, сколько, наверное, за эти годы вообще было участие? Очень печальная история. Рижская частная общеобразовательная школа Эврика под моим руководством, и даже когда я был депутатом Сейма, 12 лет, 3 дня отдавалось Сейму, и минимум 2 дня в рабочую неделю отдавалось школе, хотя до июра был другой директор, а я был президентом фонда родителей детям, учредителя школы. Школа успешно существовала 26 лет. Были годы, когда у нас было около 200 учеников в школе и около 100 учеников в детском садике. Для частного учебного заведения это много? Конечно, было время, что мы были самым крупным частным учебным заведением. Мы 5 аккредитаций, это где-то с интервалом 5 лет, прошли на высший балл. И вдруг 6-я аккредитация, 17-й год, и нас упрекают. Недостаточно латышскости, недостаточно учителя знают латышский язык. В частной школе. В частной школе. И ряд других упреков, в основном необоснованных, нас лишают аккредитации. Это мы лишаемся госдотации, это мы в этом году не имеем права выдавать свидетельства о девятилетке и аттестаты о средней школе. И в последний месяц мне пришлось просить коллег, директоров, спасибо, они отозвались, и детей распределить по другим в одной частной и в одной. государственной и все они закончили соответственно так. Восемь месяцев мне пришлось бороться с государством и мы выиграли. Нам вернули аккредитацию и все права. К сожалению, родителям нужна стабильность, и я их понимаю. И многие думают, а вдруг они не получат аккредитацию, и часть родителей забрала детей в другие частные или муниципальные школы. Но потом, к сожалению, на нас стала наезжать Рижская дума. 26 лет мы жили в здании детского сада, конечно, отремонтированном и так далее, которое строило латвийское пароходство. 26 лет. Но поскольку оно и арендовать начали в латвийском пароходстве, поскольку оно было передано на баланс Рижской думы, то мы арендовали в Рижской думе. И платили около 3000 евро арендную плату. И плюс еще... Немаленький денег. И плюс еще для школы, конечно. И плюс еще за тепло, то есть все коммунальные за отопление, все коммунальные услуги. И вдруг нам объявляют, мы от вас здание забираем. Ребята, вы его не строили, вы его не содержали. Но до Юра они были правы. Мы арендаторы, они от нас забрали здание. 16 зданий мы посмотрели и помещений. Школа переехала. в здании бывшего факультета Латвийского, ПЕТ-факультет Латвийского университета. Но, скажем так, я уже говорил, родителям нужна стабильность. Детей стало намного меньше. В садике в два раза меньше. в школе тоже намного меньше. И год школа отработала, выпустила еще один выпуск, где-то 11 ребятишек закончили в этом году. Но в школе осталось 24 ученика и школа, я уже год в ней не работал. У меня было поролное нервное истощение и мне пришло и я ушел. Но весь этот бизнес был переписан на других педагогов. Через год школа приостановила свою работу. Садик работает, очень хороший детский садик Эврика, но всего лишь осталось две группы. Так что, если не с кем оставить деток, вы идите в детский сад Эврику. Эврика как садик продолжает работу. Да, вот тогда такой вопрос возвращаясь. И, кстати, я это считаю большой трагедией. 26, ну, 27 лет школа работала. То есть, в принципе, была возможность у города сохранить эту школу. Конечно, только не отбирать здание, но предыдущая дума обещала чуть ли не 600 садичных мест построить. Не могли, не хотели, забыли, а вот тут выгнать нас и превратить школу, кстати, в латышский детский садик, но у нас, представьте, сколько стоило одно место, потому что у нас уже было, допустим, на 200 мест детский садик, а у нас уже 100 мест было. Я считаю, что это безобразие, но, увы, 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 это случилось. Да, вот такой вопрос, который не могу не задать. Вы упомянули, что, скорее всего, Русский Союз будет участвовать на выборах в СИИМ, это в октябре 2020 года, время бежит быстро, вот на ваш взгляд, должен ли Русский Союз идти на выборы в парламент сам, самостоятельно, или пытаться создавать какое-то, не знаю, более широкое объединение? Ну, во-первых, перед этим будут выборы в местное самоуправление, и мы сейчас решаем ряд самоуправлений, определяем, в которые Русский Союз Латвии пойдет на выборы. О выборах в СИИМ. Возможно, варианты, возможно, переговоры. Я сказал, что для нас нет красных линий, но все же я 12 лет был в СИИМе, и я сейчас со стороны смотрю, что же там делают. Казалось бы, экономика, финансы, социальная помощь людям, образование, здравоохранение и целый ряд проблем, которые СИИМ должны решать. Я смотрю, они готовят решение о запрете георгиевских ленточек. Ну, как можно запретить память, уважение к павшим и жившим уже после войны победителем фашизма. Но это уж запретить нельзя. Запретят ленточки, пойдем с флагами. Запретят флаги, оденем красные ленточки, они тоже не, и будем считать их памятью. Или, например, сейчас они занимаются запретом агитации, предвыборной агитации на русском языке. Да, ребята, агитируйте хоть на латышском, хоть на русском, хоть на еврейском, хоть на немецком. Как это можно запретить? А вот между тем уже рассматривается вопрос этот на комиссии сейва по госуправлению. говорю, понимаете. То есть, вы фактически со своим избирателем уже скоро не сможете никак общаться с ним на родном языке, во время предвыборной кампании официально. Так получается, мы все равно будем общаться. Мы подадим опять-таки в европейский суд. Ну, это абсурд. И повторяю, нужно заниматься им совсем другими делами в это очень сложное время. Да. Может быть, тогда еще последний вопрос. Напомню, у нас депутат Рижской думы Яков Плина от Русского Союза Латвии. Вот вы сказали в самом начале такую важную вещь, что изначально даже 70% той программы для работы в самоуправлении, которая есть Русского Союза совпадает вот с программой нового мэра Мартын Шестакиса. Может быть, тогда несколько слов действительно о приоритетах Русского Союза вот на эти почти пять лет? Ну, во-первых, как педагог, я все же скажу, это образование. Сделать все возможное, чтобы не закрывали школы. Сделать все возможное, чтобы увеличили доплату от думы учителям. Сделать все возможное, чтобы обеспечить учителям бесплатный проезд в общественном транспорте. Я считаю, что это нужно сделать и для всех пенсионеров, и неработающих, и работающих. Почему Таллин мог сделать полностью бесплатный транспорт, и ни город, ни страна не обанкротились, почему Рига это не может сделать? Конечно, ремонт дорог, ремонт дворов, ремонт мостов, это тоже нужно продолжать. Но очень важно, очень важно не допустить коррупции, не допустить воровства. Вот, например, по крайней мере, было, к сожалению, только одно заседание комитета по предотвращению коррупции и правопорядку. А там есть, от чего обсуждать, да? Там есть, что обсуждать, но пока не обсуждается, пока повестку еще подождем, но потом мы начнем предлагать, все ли правильно в Рига сатексмы, все ли правильно в Рига с нам парвал неекс, действительно ли нужен такой большой административный аппарат, или его можно на треть сократить и никто и не заметит, ну и так далее, и так далее. Конечно, социальная помощь людям. Да, есть определенное решение, Дума этим занимается, но может быть можно не дать воровать, изничтожить коррупцию, и появятся деньги, чтобы оказать большую социальную помощь. Ну, наверное, еще раз, образование, социальная помощь людям, конечно, наш человек будет участвовать и в бюджете, и вот, знаете, ну, например, совсем недавно к нам обратилось общество Шамир, музей Холокоста. У них бесплатная аренда, у них, значит, этот музей работает уже 10 лет, сроки истекли, и одна фирма стала на них наезжать, им стали угрожать, что Дума начнет брать по коммерческой цене за деньги. Наш депутат вмешался, короче говоря, на уровне комитета решено, комитет собственности, музей останется. А, то есть, уже есть результат. Да, на комитете. Отрежут от них вдоль площади один метр. Это нехорошо, но... Ну, хоть что-то, да. И вроде бы они хотят запретить на территории капитальное строительство, мол, там эти ангары исторические, но на 95% все же решен пользу. Или еще один штрих. к нам обратилась школа для детей с проблемами слуха. На Граудан находится, ей 180 лет, единственная в Латвии. 20 лет назад им шведско-норвежское, шведско-норвежский фонд подарил микроавтобусы. На нем деток, если нужна группу отвезти к медикам, на нем ездят на экскурсии. в общем-то больные, неслышащие или плохо слышащие несчастные дети. За 20 лет автобус пришел в негодность. Школа, а я всегда говорю, что легко любить человечество, трудно отдельного человека. Легко помогать всем школам, хотя, думаю, в моем понимании это делает недостаточно, а трудно, скажем так, помочь конкретной школе. И они к нам обращаются, пишут нашу фракцию письмо 20 лет автобус пришел в негодность, он им нужен. Я пишу петицию от своего имени господже Ратынике, руководителю комитета, и она мне уже отвечает, что она обратилась в департамент и их просила в 21 году выделить деньги на приобретение такого автобуса. Пусть маленькое дело, но ты уже сдвинул с мертвой точки. Яков Плинов депутат Рижской думы от Русского Союза Латвии, спасибо, что пришли, удачи вам действительно в работе на благо всех рижан, большое спасибо. Спасибо большое, мы еще покувыркаемся. Всем здоровья, здоровья и здоровья. Редактор субтитров